Справа мы видим размоточное устройство, слева печь стоит. Регаты предназначены для производства оцинкованной проволоки. Начальник метизного цеха Андрей Зиновенко с гордостью показывает свои новые владения. Без малого 12 тысяч квадратных метров. На этом участке установлено самое современное оборудование. Станки позволяют ускоренно выпускать несколько видов проволоки, в том числе одни из самых ходовых – оцинкованную, рифленную и сварочную. Скорость волочения проволоки на станах мы достигнем 35 метров в секунду. Это максимальная скорость, которая в принципе есть. Средняя скорость на аналогичных заводах достигает 27-15 метров в секунду. В сутки здесь смогут выпускать 180 тонн продукции. Для сравнения это 9 полностью загруженных фур. Полученную проволоку можно применять практически во всех сферах жизни. От производства тележек для продуктов в супермаркетах до строительной отрасли. Мощности, уверяют Абинские металлурги, хватит, чтобы полностью закрыть потребности кубанского рынка. Еще и останется для поставок на запад. Для этого специально оборудовали экспортную линию, на которой проволока получается мягче, чем для отечественного рынка. Три, два, один, старт! Дорогие друзья, поздравляю вас с запуском четвертой очереди Абинского электрометаллургического завода. Событие знаковое не только для региона, но и в целом для страны. В торжественной церемонии запуска участвовали полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, заместитель министра промышленности России Виктор Ептухов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Первый камень в основании новой очереди завода заложили всего два с половиной года назад. И уже сегодня здесь готовы к производству. Инвестиции в создание метизного цеха превысили миллиард рублей. Уверен, что работа нового цеха, оснащенного современными технологиями, значительно увеличит объем выпуска продукции, повысит его качество, позволит создать дополнительные рабочие места. На новом производстве будут обеспечены достойные условия труда и высокая заработная плата его работников. В целом, все это, безусловно, укрепит экономику Кубани. Должен отметить, что в последнее время Краснодарский край динамично развивается, растет промышленное и сельскохозяйственное производство, денежные доходы населения, строятся новые производственные и социальные объекты. Сегодняшнее событие наглядный тому пример. Главное, что сегодня мы делаем, мы на самом деле продукцией метизного цеха снимем большую часть потребности в проволоке на юге России. Мы вытесним с нашего рынка зарубежные аналоги. Это принципиально важно. Можно говорить, а можно делать. И сегодня перед нами реальный результат дел. Людей, которые не говорят, а делают. Да, на непростую, где-то, может быть, экономическую ситуацию. Да, это риск вкладывать собственные инвестиции и надеяться на то, что они не то, что прибыль будет, а вернутся или окупятся. Два года назад на этом месте мы закладывали камень. А сегодня открываем высокотехнологичное производство равного которому еще нет в России. Это флагман промышленности нашего края. И каждый из нас здесь, это часть этой большой экономики, развивающейся экономики нашего края. Вы маленькая часть большой экономики. Абинский завод по-своему белая ворона черной металлургии. Обычно подобные производства в России находятся на Урале и в Сибири. То, что такое предприятие 9 лет назад заработало на Кубани, многие воспринимали как шутку. Однако за это время завод вышел на третье место в мире по производительности. Причина в упертом кубанском характере, делится секретом успеха с полпредом президента Владимира Мустиновым, губернатор края. А вообще печка не выключается никогда, да? Нет, на ремонт становится раз в месяц. А так она не выключается. Это непрерывный процесс. Можно ли было представить, что аграрная Кубань может стать промышленной Кубанью? А сегодня можно смело говорить о том, что сегодня промышленность металлургическая. Металлургическая, на Кубани на высочайшем уровне. Уникальность Абинского металлургического завода еще и в том, что в качестве сырья здесь используют не железную руду, как принято, а обычный металлолом, который свозят сюда со всего региона, очищают и пускают в производство. Это в прямом смысле пламенное сердце завода. Здесь привезенный металлолом превращают в специальные заготовки, из которых потом и делают конечный продукт. Температура жидкой стали достигает 1600 градусов по Цельсию. И даже зимой в минус 15 на улице в этом цехе плюсовая температура. Сталеплавильный цех без остановки работает круглые сутки. 140 тысяч тонн стали в месяц и свыше полутора миллионов тонн в год. Это одни из лучших показателей в стране. Собственно, из полученных здесь заготовок и выпускают арматуру, проволоку и другие изделия. Откуда, соответственно, уже получается, наша заготовка выходит в готовом состоянии через 15 метров. То есть, ну, парадокс, скажем, нашей машины, это то, что ков с жидким металлом, а через 15 метров у тебя сформировавшаяся заготовка необходимого размера сечения, который нам нужен. Старший мастер Сергей Половинко не местный, приехал из Украины. На Абинском металлургическом заводе, в принципе, можно изучать географию. Здесь работает больше трех с половиной тысяч человек из разных районов, регионов и стран. Кстати, после открытия нового метизного цеха дополнительно появилось 600 рабочих мест. Лет 15 назад сложно было представить на территории Абинского района наличие металлургического комбината. А сегодня очень сложно представить жизнь и экономику Абинского района без электрометаллургического завода. Потому что он является бюджетообразующим предприятием района. Он обеспечивает большую часть, значительную часть населения района рабочими местами. Но, кстати, не только Абинского, а и Близлежащих, и Крымского, и Славянского районов. Из Абинска арматура, проволока и другие изделия прямиком отправляются в Америку, Африку и Азию. Работу кубанского металлургического завода уже успели оценить на Западе. Правда, как всегда, своеобразным способом. Будто боятся, что наше качество окажется лучше. И даже то, что вас отметили в Америке и ввели против вас, против одного из видов продукции, самую высокую заградительную почту, говорит о том, что действительно вы выпускаете высококонкурентную, качественную продукцию и занимаете рынки практически во всех странах, на всех мировых и глобальных рынках. Вот новые корпуса, новые цеха сдаются с самым высокотехнологичным оборудованием. И вы поймите, что наш коллектив мощный, работоспособный. Вы понимаете, что за нами будущее сегодня. Будущее Кубани и будущее страны. В этом году мы уже выйдем однозначно на первое место в стране по производству метизов. Вы согласны с этим или нет? Скажите мне. Молодцы. Металлурги – люди серьезные, словами на ветер не бросаются. И, как в подтверждение своих намерений, на заводе собираются построить еще один метизный цех. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Абинский район.